Салли, ну я предлагаю гостям, они ждут нас, давай присоединимся. Дело в том, что у нас сегодня особенные гости, в частности, Иван Николаевич Карендей, заслуженный тренер Украины по боксу. А также вместе с ним Глеб Сергеевич Бокши, мастер спорта международного класса, тоже по боксу, и будем мы сегодня обсуждать именно этот вид спорта. Не просто, дело в том, что в Екатеринбурге, насколько я знаю, пройдет чемпионат мира, и наши спортсмены представляют не только Крым, но и Россию. В общем, гордость наша будет выступать как раз-таки на чемпионате. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, как вы готовитесь. Глеб, давайте начнем с вас, потому что вам предстоит как раз-таки нашу страну и представлять. Ну, сейчас провели три недели в городе Кисловодске, на Олимпийской базе провели сбор. Сейчас приехал, немного буду отдыхать, наслужусь моментом, побудусь с семьей. Вот, и 25-го уже уедем на заключительный этап подготовки в город Златоуст. И уже оттуда уедем на чемпионат мира. Иван Николаевич, скажите, а почему такая география? Там сборы, там подготовка, все в разных городах. Почему так? Почему не в одном? В Симферополе занимались бы себе, да и беды не знали. Ну, Россия большая, так что и боксеры почти с разных точек России. Ну, и стараются делать это в центре. Тем более, что чемпионат мира проходит в Екатеринбурге. И в Златоусте, как раз там недалеко. Очень многое зависит от часовых поясов. То есть, ну, бывает по-разному. Люди должны приспособиться. Некоторые летят с Якутии у нас. Поэтому. Ну, Кисловодск, например. Совсем недалеко от нас, в общем. Ну, смотрите, тут совсем по-другому. То есть, это среднегорье. Надо было набраться силы. Там чуть тяжелее воздух, как бы набраться силы. Мы прошли основную физическую подготовку. Там делали большие кроссы. То есть, набрали сил. Сейчас уже второй этап будет полноценно посвящен боксу. То есть, у нас будут спарринги, работа в парах. Вот. Уже чуть по-другому. Поэтому мы набрали силы. А сейчас подготовка основная начнется. И уже в бой. Но вы какой-то грустный. Как будто бы недостаточно отдохнули. Нет. Ну, утро, во-первых. Во-вторых, да. Действительно, приехал. Только сейчас надо насладиться моментом. Потому что тяжело, конечно, все это дается. Но в целом мы, как бы, довольны. А на сколько рано начинается утро у спортсменов? Ну, я стараюсь вставать где-то в 6.30. Но когда тренировки. Но когда их нет, я стараюсь по максимуму, если честно, высыпаться. Николай Иванович, а во сколько вы встаете? Ну, как обычно, в полседьмого. Но я еще еду на тренировку в Симферополь. Изборщица Рая. Так что... То есть вы все поддерживаете поговорку о том, что кто рано встает, тому Бог дает? Да. Ну да, надо многое успеть. Потому что не одна тренировка. У нас в основном три тренировки в день. Мы стараемся полноценно работать. Три по сколько? Ну, по-разному происходит. Полтора, два часа. Бывает, последняя там до трех часов доходит. Ну, то есть где-то от шести до девяти часов в день вам приходится уделять боксу. Можно сказать, да. Да, так и есть. Большая часть своей жизни. Ну, Иван Николаевич, мне кажется, это действительно очень почетно, очень важно, что наконец-то наши спортсмены могут представлять сборную России. Мы все-таки понимаем ту историю, которая была после референдума, как наших спортсменов не допускали вообще какому-либо участию. Сейчас, когда уже входят в сборную, совсем другая история разворачивается на наших глазах. Ну, вот как вы думаете, почему так получилось? Или все-таки к боксу не было таких санкций? Ну, во-первых, когда ушли профессионалы, Устик ушел, у нас как таково больших результатов не было в боксе. Ну, вот мы начали с ним с турниров международных, то есть с этих российских. И начали поместить подготовку уже где-то года четыре. Вот это вели четыре года к этим результатам. Я хочу просто поймите, когда мы стали, так скажем, другой страной, надо было многое доказывать, в первую очередь на российской арене. Нас знали в Украине, да, но тут надо было все с самого начала. То есть мы плавными шагами сначала начали с всероссийских соревнований, потом уже непосредственно на чемпионат России, потом уже на международной арене. То есть все плавно, у нас был план, мы ему следовали. Все это нельзя сразу же вскочить в эту сборную. Очень большая страна, очень большая конкуренция. Действительно сильные ребята, поэтому потихонечку. А вот как происходит отбор обычно в сборную? То есть по каким критериям? Ну, смотрите, для начала надо выиграть чемпионат города, потом выиграть чемпионат республики, как у нас. Теперь надо выиграть чемпионат Южно-федерального округа, и только тогда получаешь ты лицензию на чемпионат страны. Вы уже ее получили? Вы все эти этапы прошли? Ну, изначально, да, мы прошли все, и да, мы выиграли все. Ну, я уже третий год в сборной, как бы. И сейчас вот для меня, ну, очень важно, что мы доедем на такое мероприятие. Плюс это впервые в нашей стране, она будет проходить у нас. Поэтому, ну, гордость и волнение переполняют, на самом деле. О чемпионате мира сколько ожидается участников? 500 участников уже заявилось. Где-то в этом, там, чуть-чуть меньше, вроде, 488, если 500. Из скольких стран? Ой, это вот насчет стран я не знаю, честно. Ну, вы знаете, с кем вы будете сражаться? Или это все определит о жеребии? Ну, да, будет жеребьевка. Я знаю лидеров своего веса, со многими уже боксировал, как бы. Вот. Ну, в принципе, у нас есть план, мы просматриваем бои, делаем анализ. Поэтому ничего нового для нас, ну, не появится. Николай Иванович, а как вы оцениваете шансы своего ученика? Вопрос, конечно, интересный. Ну, как случай жеребьевки? Если хорошая жеребьевка, то есть он первые бои там проведет нормально с такими боксерами. Ну, выше, конечно, чем, допустим, там, школьники, то есть молодежь. И потом где-то второй, третий бой пусть уже встречается с сильными боксерами, то есть лидерами. И я надеюсь, что он себя покажет. Глеб Сергеевич, а вы такие же планы разделяете? То есть вы тоже хотели бы начать с самых, наверное, слабых игроков? Да, не на самом деле. Или все-таки, может, назовете фамилии, вот с кем бы вы хотели обязательно выйти на ринг? Да, не имеет значения, на самом деле, с кем боксировать, в принципе. Я уже провел столько боев в своей жизни, поэтому вообще абсолютно все равно. Ну, мы едем только за золотой медаль, мне больше ничего не интересует, как бы, есть такой, наполеоновские планы, поэтому будем так трудиться. Мне кажется, отличные планы. Отличные планы, я думаю, что ваши планы разделяют абсолютно все крымчане, потому что мы искренне болеем за своих земляков. Спасибо. Ну, поймите, это произойдет у нас в стране, стены помогают, плюс мы весь год шли к этому старту, поэтому по-другому я не хочу. Даже не год, даже годы, можно сказать, всю жизнь. А вот вы со скольки лет занимаетесь боксом? Ну, пошел в первый класс и вот. С первого класса? Да, уже 16 лет почти. То есть с первого класса вы деретесь стабильно? Ну, в ринге, да, так скажем. А в жизни? Нет, стараюсь не драться за пределами ринга. Понимаете, спорт, это такая, особенно наш вид спорта такой трудный, и это в первую очередь дисциплина. Я прекрасно понимаю силу своих кулаков, и я не хочу использовать за пределами ринга его. Очень мудро. Но, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Мы вас благодарим за рассказ, и от лица телерадиокомпании «Крым», от лица всего полуострова я искренне желаю вам победы. Спасибо вам большое. Спасибо. Принести нам золотую медаль всей стране. Мы, конечно же, будем за это болеть, и будем за вас переживать. Именно в гостях нашей студии Николай Иванович Карандей. Иван Николаевич. Простите, пожалуйста, Иван Николаевич Карандей, заслуженный тренер Украины по боксу. Ну, а также Глеб Сергеевич Бокши, мастер спорта международного класса по боксу. Спасибо большое.